Добрый день, Геннадий Михайлович. Рад видеть в студии телерадиокомпании «Гомель» с праздником. Спасибо. Здравствуйте еще раз. На самом деле у нас такой значимый день. Я всех тоже поздравляю и вас с таким замечательным праздником, Днем Победы. Поэтому очень приятно и тоже встретиться, и выслушать ваши вопросы. В Беларуси запрос на правду о Великой Отечественной по-прежнему велик. Наша история. Основы идеологии? Сегодня нельзя забывать историю и нельзя переписывать историю. И не подлежит забвению подвиг советского народа, потому что все на него легло. И он на своих плечах вынес все это и защитил не только наше государство, но и целую Европу. О чем говорите в вашей семье в День Победы традиционно? Какие мысли обычно приходят в голову? Кого вспоминаете в этот день? Вы знаете, мне не пришлось встречаться с своими дедами, потому что они погибли. Но историю мы знали, то, что они воевали, защищали Родину. И подвиг их, конечно, для нас значим, потому что сегодня без этого нам невозможно. И, конечно, каждой семье мы преклоняемся перед подвигом наших дедов, наших родственников. Потому что каждую семью это затронула беда. Потому что защищая от немецких захватчиков свою Родину, в многих семьях были и утраты, и большие утраты. Мы видим даже по тем ситуациям, которые складывались в те годы. И немцы просто-напросто сжигали деревни, людей сжигали, убивали всех. И вот буквально, вы знаете, вот мы, проводя раскопки, ведя работу на Оле, недавно был такой ноден минометная мина, где, ну она просто информационная такая, где наше советское командование обратилось к немецким захватчикам, где было отражено, что не только командование несет ответственность, но и вы, люди, которые сегодня, наверное, воюете на стороне. Это, конечно, для нас буквально через столько лет, это буквально где-то 75 лет назад, это была заложена информационная такая. И вот буквально недавно мы ее нашли. Для нас это, конечно, тоже интересно. И мы видим, какая вот сегодняшний день и тем временем существовало вот это отношение к таким действиям со стороны немецких захватчиков. Кстати, мемориальный комплекс Вале по-настоящему уникальный, будет вот-вот открыт. Зрителям напомним, эта местечка на тот момент по количеству жертв превзошла Хатынь в 12 раз. Сегодня шаги государства, да и неравнодушных белорусов по созданию этого мемориала, это своего рода долг поколений, живущих под мирным небом? Вы знаете, на самом деле для нас это значимый объект. Почему? Потому что к этому мы шли давно. И область была инициатором, и при поддержке президента данный проект будет реализован. Практически он уже находится на стадии реализации. В конце мая мы его введем в эксплуатацию. Он станет одним из таких маршрутов, где можно будет посетить и коснуться той истории, которая была тем временем, буквально в 1944 году, более полторы тысячи населения было там сожжено. И какого населения? Это просто наши простые люди, которые жили в этих деревнях, и 950 детей. Это самое такое большое, можно сказать, место, где были сожжены люди. И в этих 12 деревень, которые сегодня воплощены в колокола, 13 деревни Алла, 12 деревень были восстановлены, а одна нет. Поэтому, конечно, это для нас значимо. И вот проекты, те, которые сегодня рассматриваются для реализации, конечно, и партизанское движение, и подпольщиков, которые на сегодняшний день активно участвовали в борьбе. Конечно, это надо. Потому что люди должны коснуться той далекой истории и почувствовать. Вы знаете, мы прекрасно понимаем со временем, что с каждым годом нас ветерина уменьшается. Но вот такие места всегда будут местом, где можно будет просто коснуться той далеких времен и просто минутой молочания вспомнить тех людей, которые там жили, которые погибли, которые могли бы дожить до сегодняшнего дня. Пускай уже и не такими малолетними, но более взрослым поколениям. И все-таки это масштабный мемориальный комплекс. А про небольшие братские могилы и захоронения не забываем? Да, конечно, у нас на сегодняшний день 1119 вот таких захоронений. На сегодняшний день более 800 обелисков, и каждому есть подходы. Каждому сегодня за ним есть закрепленные организации и люди, и частные люди, которые смотрят за ними. Мы на сегодняшний день еще 26 вот таких мемориальных комплексов и братских захоронений еще находятся в стадии подготовки. И самое главное, что не только, вот мы со своей стороны тоже государство бюджетом выделили на денежные средства, областной бюджет. Они все денежные средства освоены и приведены в соответствии эти памятные места, в частности Белицкие и захоронения. Конечно, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день у нас всего в этих местах 187 тысяч населения захоронено, из которых 53 тысячи еще неизвестных. Это очень много, цифра большая. Поэтому мы сегодня видим, что это должно вековечиться память. И эти места должны быть местом для нас, для того, чтобы мы могли спокойно прийти и просто еще раз вернуться в те далекие времена. К нам приезжает много из-за границы, даже близне зарубежья, люди, те, которые их родственники похоронили, которые принимали освобождение Беларуси, в том числе в Гомершине, приезжают для поклонения своим предкам, для того, чтобы сказать им даже в душе спасибо. И в продолжение темы мы видим, что во время пандемии не просто всем, по понятным причинам, не просто и поколению победителей. Смогли ли мы, несмотря на определенные ограничения, окружить участников и ветеранов Великой Отечественной, особенно в эти праздничные дни, всяческой заботы и внимания? Вы знаете, на сегодняшний день у нас 716 ветеранов, 550 находятся сегодня на обслуживании, и мы прекрасно понимаем, что в такой ситуации мы не могли к ним всем попасть и с ними встретиться. Но я вам скажу, что сегодня окружены заботой территориальных наших центров, людей, которые на сегодняшний день занимаются этим направлением. И самое главное, что со стороны обосполкома мы их окружаемся заботой. В первую очередь для того, чтобы они чувствовали со стороны нашего государства то, что сегодня, благодаря им, мы себя чувствуем свободно от Беларуси, от нашей государства. И вот эта концепция, что сегодня, если они не смогли прийти на парад, то парад пришел к ним. И сегодня в нашей области о средствах массовой информации мы видим, и на телевидении, как приходит молодое поколение, наши военные. Оркестры, да, дружи по коже. Да, оркестры с удовольствием исполняют те песни далеких времен. И наши ветераны, пускай даже с окна видят то, что сегодня они не забыты. Геннадий Михайлович, спасибо за это интервью. Еще раз с праздником. И в завершение у вас есть хорошая возможность поздравить жителей Гомельщины и, конечно, ветеранов, участников Великой Отечественной 75-й годовщины Великой Победы. Уважаемые жители Гомельской области, дорогие наши ветераны, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы и благодушных, кто самотверженно защищал Родину, работал в тылу, лечил и выхаживал раненых, нес на своих плечах тяготы военного времени. Не так планировали мы встретить знаменательную дату 75 лет мирных благополучной жизни. Сложнейшая эпидемиологическая ситуация в мире не просто скорректировала наши планы, а кардинально их изменила. В целях безопасности мы отказались от праздничных шествий и массовых влияния. Так ведь не количеством вышедших этот день на улицы городов и сел людей измирается народная память. Нас никто не забыт и ничто не забыто. Ежегодно в области ведутся работы по ремонту и реставрации воинских захоронений. Постоянно идет поисковая работа. В базе данных проекта «Партизаны Беларуси» уже 85 тысяч имен. Невозможно установить памятник каждому народному мстителю. Но вот в Гомеле в этом году носили в фасаде дома легендарного гомельского партизана и подпольщика, героя Советского Союза Емельяна Игнатьевича Барыкина. А сколько невинных детских душ загубила война? Единственный в мире минирал детям, жертвам войны, открыт в 2007 году в Красном береге Жлобинского района. На этом месте фашисты организовали донорский сборный пункт, где донорами для раненых немецких солдат стали более 2000 мальчиков и девочек. В этом году мы открываем мемориал мирным жертвам на месте сожженной деревни Алла Светлогорского района, где в страшных моках оборвались жизни более полутора тысяч человек, 950 из которых дети. Отдавая дань уважения памяти погибшим, мы окружаем теплотой и вниманием наших ветеранов, оперативно решаем любые их бытовые вопросы, поддерживаем материально, заботимся о здоровье. Ежегодно все ветераны проходят комплексные медицинские осмотры, выполняя все заявления на санторно-курортное лечение. Я понимаю, как наши уважаемые ветераны ждали сегодняшний день, как хотели пройти победным маршем по родным улицам, очередной раз почувствовать нашу благодарность и детское восхищение, окунуться воспоминаниями, увлекающие май 45-го. Мы не просто хотели этого, мы жили этим целый год. Но если не получается ветеранам прийти на парад, значит парад придет к ветеранам. По всей области проходит акция «Солдаты Победы», когда под окнами героя салютуют молодые воины, звучат слова бесконечной благодарности и музыкальное поздравление. Дорогие наши ветераны, вы совершили векий подвиг освобождения. Низкий вам за это поклон. Спасибо за то, что и сегодня вы являетесь нашей надежной духовной опорой. Будьте здоровы, живите долго и счастливо под мирным небом. А мы справимся с этой эпидемией. Заживем привычные жизни и обязательно придем к вам гости. Будем слушать ваши рассказы о подвигах и победе. И еще не один салют будет дан в вашу честь. Уважаемые друзья, сильная, свободная Беларусь уверенно идет по избранному пути. Мы сплоченная, энергичная, турбивая нация. И пока мы едины, нам не страшны любые испытания. Хоть каждый день приносит нам новые успехи и добрые дела. Пусть семьи царят согласие и достаток. Звенят голоса детей и внуков. Здоровья, счастья и благополучия. С праздником! С Днем Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова